Во-первых, это уникальное событие. Сейчас многие не любят слово «уникальное», потому что многое это называется и на самом деле таковым не является. Но здесь это действительно так. Почему? Потому что это совершенно разные девушки, которые вместе говорят и думают в разных поколениях совершенно о STEM, Science, Technology, Engineering, Math and Entrepreneurship и предпринимательстве. Во-вторых, потому что я считаю, что самые яркие, самые успешные женщины со всего мира собрались сегодня здесь и офлайн, и онлайн в Москве, в медиа-центре МИСИС, для того, чтобы искренне и честно поделиться своими историями успеха и своими некоторыми преодолениями и достижениями, которые случились в их карьерах, в технологиях и науке. Мне кажется, это очень важно и практически жизненно необходимо. Все такие форумы, все такие движения. По одной простой причине. Иногда нам нужен маленький толчок извне, чтобы кто-то рядом сказал, посмотри, у тебя все обязательно получится. Очень замечательная идея проведения таких STEM-форумов. Действительно, у нас в Ханты-Мансийске в университете был предыдущий STEM-форум. Он тоже объединил большое количество участников и спикеров. Но вот в этот раз этот STEM-форум, он отличается тем, что больше направлений, больше спикеров, больше вопросов для обсуждений. Конечно, вот этот спектр расширяется. Но расширяется почему? Потому что мы понимаем, что за STEM-образованием будущее. Почему важно проводить такие форумы именно в университете? Во-первых, это среда, сама среда, экосреда университета. Она позволяет иметь разные точки зрения на вопросы. Второе, когда у нас студенты из 85 стран мира, им интересно послушать разные точки зрения из регионов России, из Африки, из Америки, откуда и присутствуют сегодня. Следующее, когда наши студенты видят работодателей. Вот они видят, например, работодателя, который находится не в Москве, но который так интересно рассказывает о себе, о задачах. Например, Егорский университет. Им интересно поехать туда. И прекрасно, что если студенты нашего университета в итоге поедут работать в Солом-Петролеуме. И форумы, как STEM-форум, который проходит сегодня, они важны, потому что девушки видят для себя больше горизонтов, расширяют свои представления о возможностях, и кто-то из них получает дополнительную путевку в жизнь, потому что сегодня они в том числе получают премии и представляют свои проекты, ну, я бы сказала, на всю страну. Мне кажется, что важно давать классные ролевые модели, причем ролевые модели не находящиеся где-то в космической галактике, а вот здесь рядом. То есть истории, которые можно мультиплицировать и можно повторить. Чем больше таких историй есть в паблике, в медиа, на форумах, везде, тем, скорее всего, большее количество молодых женщин рискнет и получит в итоге самое важное, что вообще может быть у любого человека вне его гендера. А самое главное, что может быть у человека, это кайф от любимого дела. Мы вдохновляем девушек и даем им возможность не бояться, это прежде всего не бояться того, что на самом деле все эти преграды, которые находятся в их голове, они так в голове и находятся. И они сами себе их ставят, эти трудности в преграды, потом с ними же борются. Вот нужно не бояться, нужно идти вперед. И я уверена, что у вас все получится. Очень важно любопытство и готовность учиться. Не бояться, брать на себя больше. Да, даже если становится страшно, думаешь, не можешь, бери больше. Чем больше берешь, больше достигнешь, больше покажешь результат. Тенденции, которые сейчас происходят, они именно идут к тому, чтобы максимально задействовать все возможные ресурсы для участия страны, государств или регионов в следующем технологическом укладе. Поэтому нам нужно задействовать все ресурсы, женщин с их идеями, с их взглядами, с их навыками. Я думаю, что у девушек, выбирающих технические профессии, вообще самая счастливая жизнь, потому что такое количество в руках кейсов из преодоления. Это очень прикольно, пройти вот эти все испытания, которые еще до тебя, возможно, никто не делал. Редактор субтитров А.Семкин